Переулок Лермонтово, по которому мы едем вместе с Александром Филипенко, одна из главных дорог в Иловайске, с годами превратилась просто в направлении. Ходовку часто приходится ремонтировать? Да, мой час как раз приехал с СТО, труба пробита. Ухлотная, слышишь? Ухлотная. По кочкам и ухабам мы направляемся к жителям, которые, узнав о приезде нашей съемочной группы, также решили высказаться о проблеме. Когда засыпали вот этим отсемом стерикона, здесь все стояло красное. Белье не повесишь, дышать нечем было. Мэра мы сюда приглашали. Не захотели они сюда ехать и идти. Асфальта на этой дороге нет. Грунт, глина. При заморозках еще куда не шло. Но как только температура переваливает за плюс, приходится тщательно обдумывать каждый шаг. Можно засосать так в этой грязюке, что просто не выйдешь оттуда. С ремонтом дорог в прошлом году Иловайску помог шеф-регион Нижний Новгород. Местные власти хотели заложить в планы переулок Лермонтово. Но стоимость капитального ремонта дороги оказалась сопоставима с бюджетом, заложенным на всю жилищно-коммунальную сферу. Было принято компромиссное решение. У нас будут делаться несколько дорог внутри города. И, соответственно, будет появляться асфальтная крошка и отсыпка. То есть этим материалом будет засыпаться эта улица. Это как бы временное решение. Но, учитывая проблемы бюджетные, это тоже какой-то выход. Ищут жители города и выход из другой ситуации. Центральные кассы автовокзала закрыты. Выехать по делам из города бывает проблематично. Это своеобразная автобусная станция. Расписание указано мелом фактически на стене некогда частного магазина. Видите, есть автобус Харциский, Донецкий. Жители говорят, что перевозчики частные. И приедет автобус или нет, ну, это как повезет. С другими городами Иловайск связывают два маршрута. На 5.45 есть, на 6.30 есть, на 13.10 было его отменили. Потом где-то в районе на 14.00. В случае, если автобус не приехал, приходится нанимать машину. В больницу нужно было отвезти деда 800 рублей такси. Отвезла его назад тоже 800 рублей. Сопутствующая проблема. В Иловайск не заезжают межрегиональные автобусы. То есть, если есть нужда выбраться в крупные города России, нужно сначала доехать до Харциска, либо Амвросиевки. У местных властей этот вопрос на контроле. Прорабатывается с Министерством транспорта. Сейчас прорабатывается вопрос о создании муниципального остановочного пункта с четким расписанием графиков. Тут у нас в Иловайске. В этот раз донецкий автобус прибыл по расписанию. По графику регулярно, конечно. Сейчас ходят два автобуса. Во время общения с людьми услышали разъяренный лай собак. К счастью, укус оказался несерьезным. Однако, бродячие животные для города большая проблема. Нападение на людей не редкость признаются местные жители. Администрация уже заключила соглашение с соответствующими коммунальными службами. Это уже мы делаем. Подписываем договор с предприятием, которое будет заниматься отловом. С точки, этот процесс сдвинется, будут стерилизовать животных. Является ли это панацеей? Вопрос открытый, признается глава Иловайска. Мнение местных жителей касательно бездомных животных разделилось пополам. На практике были случаи, когда отдельные граждане даже лезли в драку с сотрудниками коммунальных служб, препятствуя отлову и стерилизации собак. Так или иначе, проблему с бродячими животными будут решать. Вадим Топалов, Виктор Волошин, Вести, Донецк.